Итак, дорогие мои, часть третья, надеюсь, завершающая построение нашего корсетика вот для такой вот большой фигурки, у которой размер 65 сантиметров. Итак, в прошлый раз мы построили базовую конструкцию корсета с рельефами, а сейчас я хочу сделать это маечкой и выполнить вот такое моделирование. И пыталась как можно попроще вам что-то вот здесь вот сейчас придумать и показать. Ну, чтобы вам было и понятнее, и достовернее. Значит, смотрите, к чему я все-таки пришла. Во-первых, если у нас речь идет о маечке, да, начнем со спинки, она попроще, полегче и попонятнее. У вас есть вот такая спинка построенная. Всегда, когда мы работаем с изделиями без рукавов, мы укорачиваем вот это наше плечо в точке P2 на 1,5-2 сантиметра. И я сейчас это выполню. Но открывать очень сильно вот в этом месте проймочку нам точно нельзя, потому что вы знаете, что у нас бывает вот тут живет, да. Поэтому мы укорачиваем или переоформляем только верхнюю часть. Вот так. Вот так я скорректировала пройму. Затем я выбрала ширину бретельки 3 сантиметра, 3,5-4. Я думаю, что это будет в самый раз. И рисую вот такую линию. Я не хочу тоже открывать сзади очень сильно. И поэтому, если мне это будет нужно, я сделаю это после примерки. А пока я ухожу в ту линию, которая у нас уже была. И таким образом наша спинка практически готова. Я ее могу обвести. Значит, я обведу пока общие ее контуры. Посмотрите, какая она у нас получилась. Сюда бретелька. Кстати, вот у такой бретельки можно немножечко-немножечко выправить. Вот тут повыше, там пониже. Чтобы между плечом и срезом все-таки читались прямые уголочки. Смотрите, как выглядит спинка. Ну, вот такие вот ее общие контуры. Я просто сейчас нарисую. Не буду уже разным цветом вам. Все это выводить. Вот так и вот так. Значит, центральная часть. Вот сюда вы будете вставлять ригелинчик. Вот в этот шов. Тут все корректно. Вот сюда в застежку тоже будете вставлять обязательно ригелинчик. И оформлять вот эту застежечку. Припуски, естественно, добавляете. А теперь посмотрите. Вот этот второй рельеф у нас ничем не заканчивается. А вам можно легко и просто сдвинуть его, например, вот сюда. И оформить дальше вот таким вот образом. Боковая часть нашего рельефчика и несущая часть нашего рельефчика. Вот и все. И со спинкой, я думаю, вам все-все понятно. Контрольную точку придумываем для того, чтобы потом все сошлось. Тут все будет у нас идеально. Что нельзя сказать, конечно, о полочке. Давайте сейчас аккуратненько постараемся с ней поработать. Смотрите. Я перезвоню позже. Отключим телефон. Не могу говорить. А мы продолжаем. Итак, что у нас будет происходить с нашей полочкой. Давайте внимательно и корректно разбираться с ней. Значит, мы хотим там вот эту самую маечку. Посмотрите. И хотим кружочек. Вот у нас вырез горловинки. Вот в этой точке был намечен. Я рисую чашечку. На расстоянии от серединки сантиметра полтора. Потому что в целом это будет три. Может быть взять два можно и один сантиметр нарисовать. Но в нашем случае, мне кажется, все-таки полтора. Потому что большие формы, крупные размеры. Дальше я куда должна уйти? Я, конечно, эту чашечку должна привести к нижнему уровню нашего бюстгальтера, рифчика. Это у нас мерочка ВВ2 обкладывалась. И вот здесь она нарисована. Выточка пропускается. Конечно, пропускается. А дальше она идет до второго рельефчика. А куда второй рельефчик уходит? Этот рельефчик уходит в мерочку ШГ2. Вот так у меня нарисовалась овальная чашечка. Еще раз. Раз. Пропустили выточку. Ушли два. Если я хочу сохранить такую пройму, значит я поднимусь до проймы. И так же, как в случае со спинкой, я должна укоротить это плечико на то же самое расстояние, что на спинке. И аккуратненько привести проймочку к своему виду. Вот так вот. Правильно? Так. Затем я выбираю ширину бритерички со спинки. Откладываю эту мерочку сюда. И я должна вот эту точку соединить вот с этой. Но мне мешает открытая эта выточка. Конечно, я не могу этого сделать, поэтому я должна сейчас сначала закрыть, а потом только оформить этот вырез. Давайте посмотрим, как же нам это корректно сделать. Еще разочек. Еще разочек. Вот сюда. Посмотрите. У нас сейчас нарисована вот такая вот картинка. Вот такая. Я выбрала этот центр груди. Я выбрала, что по линии груди у меня будет шовчик. В чашечке у меня будет вот такой шовчик. И еще будет вот такая выточка. Это точка С. Вот это у нас точка С. Давайте перенесем ее сюда. И посмотрите, что получается. Точка С у меня вот она. И я о линии груди у меня вот она. Значит, меня очень-очень будет интересовать именно вот эта часть. Поэтому я беру кальку, накладываю вот сюда. И переношу на кальку вот все, что мы с вами сейчас нарисовали. И плечико мое, да? И вот эту форму чашечки я сюда изобразила. Вот эту выточку. Это точка С у меня, да? Так. И вот так у меня была вторая выточка. Но я хочу, чтобы она открылась у меня вот сюда. Вот сюда я хочу, чтобы она у меня открылась. Я разрежу потом по этой линии. Поэтому посмотрите, как я делаю перо. И закрываю. Так, момент. Я не отметила еще. Здесь-то у меня была точка. Вот такая вот. Вот такая. Вот такая была у меня выточка. Так. Да еще помните, она у меня увеличивалась. Поэтому я все это сделала. И чтобы не вырезать, смотрите, куда я ушла. Я ушла вот сюда. Я ушла вот сюда. И сейчас, конечно, мне лучше взять и вырезать вот эту картинку, чтобы вам, мои хорошие, было понятно. Не будем торопиться, потому что линий много. Действительно, реально, голову вам заморочить. Не будем суетиться, чтобы не делать ошибок. Лучше еще разочек вернемся к этой теме. Вот посмотрите, что я сделала. Я перевела на кальку, ну, вот эту вот свою, вот эту часть, вот эту вот выточку, да. И, вернее, чашечку вот эту нарисовала. Моя задача вот это с этим соединить. И мне мешается эта выточка. Я возьму и разрежу вот по этой детальке. Потому что это у меня фасонная линия, которая есть на техническом эскизе. Разрезали. И, соответственно, закрыли вот эту выточку. Вот так у нас получилось. Тут горловинка еще была, можно ее удалить. Ну, и, чтобы вас не сбивало с толку, я тут тоже все аккуратненько почищу. Вот, посмотрите, что вышло, когда мы закрыли свою выточку. Вот так вот у нас вышло. Куда она у нас открылась? Она у нас открылась вот сюда. Значит, я могу обвести проймочку. Дальше. Рельефчик у меня идет. Так. Дальше. Ну, и, собственно говоря, теперь мне нужно вот эту точку соединить вот с этой. Могу сделать это прямо на своей, вот этой вот калечке. Давайте сделаем на калечке. Калечке. Выточку закрыли. Нам удобно. Ее вот так вырезать. Так. Вернулись сюда. Ну, вот посмотрите, как аккуратненько, хорошо у нас все получилось. И сейчас нарисуем. Уже обводим результат. Вот так. 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 Ну, выточку-то мы еще увеличивали. Ну, ладно, пока не буду вас мучить. Мы увеличивали еще вот эту выточку потом. Может быть, это здесь нам и не нужно делать. Пусть она такая остается. Что тут я бы еще отрезала? Еще надо тогда, получается, вот эту часть удалить. Потому что это шов. Центральную часть, она остается в базе. В основной там. Так. Удалили. Еще разочек, посмотрите, что получилось. Так, так, так. Вот так вот посмотрим, что получилось. Как там наша камера себя ведет. С ими автонастройками. Авторезкости, да. Вот такая вот деталька получилась. Сейчас мы еще красным цветом все обведем. Затем я хочу чашечку организовать. Я разрезала только с одной стороны. Видите как? Я закрою. Давайте я вам покажу. Если мы ее вот так закроем, вот у нас наша чашечка будет так вот так вот формироваться. Наша грудка, да. Мы еще вот эту выточку должны закрыть. Чтобы ее закрыть, ее надо аккуратненько вот так тоже сложить. Здесь у нас будет разрез. И выровнять стороны. Капельку. Так вот аккуратно, деликатно. Эти стороны выравниваем. И подчищаем. Если внизу что-то у нас какая-то ступенечка крохотная вот тут получается, значит надо доклеить, чтобы ее не было. Чтобы сопряжение линий было одинаковым. И разрезаем еще. То есть, когда мы закроем, у нас будет вот такая деталька. А сейчас мы еще и вот эту вот разрежем. Сторону. Можем разрезать не по линии груди, а чуть повыше. Можно по линии груди разрезать. Давайте будем корректными. И разрежем так, как у нас есть. Ну вот. И что же у нас получилось? У нас получилось вот такая деталька верхняя. И вот такая вот деталька нижняя. И здесь вот эта самая выточка. Давайте ее тоже вырежем. Потому что нижняя деталь в нашем случае состоит тоже из двух частей. Одна и вторая. И вот в прошлый раз я с ними, с этой мелочью немножечко и запуталась. Ну, как говорится, запутались, распутались. Вот так получается. Вот так получается. Вот, собственно говоря, и все. Видите, моя хорошая? Вот. Давайте я сейчас обведу карандашиком, что у нас осталось. Значит, нижняя часть. И потом мы еще аккуратненько и деликатно разберемся вот здесь, вот с этой верхней частью. Итак, осталось у нас что? Так, закрываю голову. Серединка переда. Так. Вот эти вот полтора сантиметра. И центральная часть вот такая. Можно вот сюда тоже ригеринчик ставить, хуже не будет. Кто-то застежки делает вот в эту вот переднюю часть, на крючочках на таких, тоже бывает хорошо. Теперь нижняя часть, боковая. Так. Вот она. Так. Вот она. Сами длины этих линий не будут совпадать. Вы делаете маленькую осноровку, когда сметаете, но четко линию талии сначала скалываете булавочками и идите от нее вверх и вниз. А потом выполните выравнивание. Вот эту самую осноровку. Вот так. Вот так. Вот так. Видела версии такого корсета. Еще вот сюда вставить корсаж. Вот так вот, например, можно вставить сюда. Тоже получится очень красиво и достаточно так это аккуратно и хорошо. Но это, как говорится, уже можно делать, можно не делать. Но если вы корректно выполните то, что я сейчас вам показала, у вас будет все очень-очень хорошо. Я думаю, даже никаких переделочек вам делать не придется. Вот это я вам поставила контрольные точки, которые должны сходиться пренепременно. Вверх и низ вы можете подровнять. Контуры горизонтальной линии, они всегда вторичны. А вот чтобы корректно выполнить вертикальные линии, надо делать вот то, что мы сейчас с вами нарисовали. Дальше давайте посмотрим, что у нас тут осталось. Вот эта деталька, видите, какая она, да? Обязательно нужно контрольную точку нарисовать. Вот здесь будет шовчик, да? А вот здесь я его пересеку, перечеркну. Это одна контрольная точка, которую я вот так вот придумала, да? Вот так. Ну и здесь, понятно, будет шовчик. Теперь эта деталька. Так вот она у нас была, нижняя вторая часть, часть чашечки, да? Здесь будет контрольная точка. Здесь будет... Давайте придумаем вот так контрольную точку. Вот и все. Обязательно при сметочке нужно будет их совмещать. Убрали. Теперь вот эта часть. Можно ее здесь обвести. Можно ее и не обводить. Я хочу ее вынести вот сюда. И показать тот результат, который у нас получится. И больше того, я бы хотела это даже приклеить. Приклеить. Если он у нас еще живой, он, похоже, не особенно живой, но, думаю, может быть, хватит на сегодня. Я хочу вот сюда приклеить хотя бы немножечко вот эту деталь. Так. Это результат нашего моделирования. Так. И еще вот сюда я хочу приклеить внизу вот эти детальки. Так. Я их сразу как бы положу рядышком, как будто я их уже сшила между собой. Так. Так. Ну вот. Чтобы вам было понятно. Значит, что дальше? Дальше вот что будет. Посмотрите, как мы оформим сначала верхнюю вот эту вот деталь. В конце концов. То есть это то, что у нас осталось в результате моделирования. Так, так, так. А сейчас я обвожу контуры. Ручки дрожат немножко. Головой закрывать не хочется. В то же время. Чтобы ровненько обвести, надо приближаться к этому ко всему. И вот посмотрите. Видите, острый уголочек получился? Так вот я предлагаю это все сгладить. Я добавила понемножечку. Сколько? Сантиметри, полтора я добавила. И вот так у меня появилась контрольная точка. Видите, я чуть-чуть, совсем немножечко здесь добавила. А потом в нижней части. В нижнюю часть я веду вот так. Вот так. Здесь будет шов у меня по модели. Хотя не факт. Может быть вы хотите сделать за швом. И тоже посмотрите. Я возьму, если в мои купальники кто-то смотрел. Смотрите, как я оформлю. Я все сглаживаю. Вверху я все сглаживаю. То есть я добавила по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот здесь. Вот капельку какую-то. Один сантиметрик. Ну а семь. И вот здесь капельку добавила. То есть острые все уголочки я уничтожила. Это получилась контрольная точка. Но можно было еще вот здесь отметить. И вот соответствующий вот здесь отметить. Можно было вот здесь еще выбрать контрольную точку. И вот здесь выбрать контрольную точку. То есть пересоединение этих точек друг с другом выглядело бы вот так. Ну что. Ой, 21 минута. Я увлеклась, мои хорошие. Значит, смотрите. Мне все очень нравится. Я думаю, что это все у вас должно получиться. Будут вопросы. Задавайте, пишите. С удовольствием буду отвечать на них. Следующая наша история будет про пальто. Во времени немножко задержится. Но тоже выполнять буду ваши просьбы. И так всегда ваша Галина Коломейко. Удачи! Продолжение следует...